всем добрый день вы на канале и решу меня зовут ирина пару дней назад меня в комментариях спросили когда будет разбор теста огэ ну и раз такой запрос появился то я решила разобрать тестовую часть огэ по русскому языку напоминаю вам что в первую очередь я обращаю внимание на вашу активность и ваши запросы если вы хотите чтобы я разобрала тестовую часть полностью или какое-то задание то пишите обязательно об этом в комментариях или в моей группе вконтакте и я обязательно сделаю такие разборы сегодня мы с вами разберем один из вариантов теста огэ из банка фипи и также в прошлом году я делала несколько разборов ссылки на них я оставлю в описании к этому видео перейдите посмотрите если еще не видели и также напоминаю что на канале у меня есть разборы всех заданий о г по русскому языку и на моем сайте все эти разборы выстроены по порядку возрастания то есть от первого задания от изложения до 15 задания до сочинения ссылку на сайт на эти уроки я оставлю тоже в описании к видео если в процессе просмотра этого видео вы поймете что какое-то задание не знаете или забыли то переходите к соответствующему разбору смотрите его и возвращайтесь к просмотру этого видео и так как обычно открываю сайт решок г и будем с вами прорешивать варианты открытого банка фипи в прошлом учебном году я уже прорешивала два варианта из этого открытого банка фипи 50 и 100 ссылка сейчас здесь появится можете перейти посмотреть но я предлагаю прорешивать по порядку дальше 101 102 и так далее если у вас есть пожелания по номерам вариантов пишите в комментариях буду прорешивать итак открываю сотый вариант я его не решала не видела прорешиваю только тестовые задания изложения сочинений не пишу то есть максимум баллов который можно набрать в данном случае это 13 итак давайте буду более подробно комментировать потому что в этом учебном году еще не прорешивала такие тесты хотя все видео с прорешиваниями прошлого года вы можете посмотреть потому что в угле по русскому языку ничего не изменилось во втором задании нужно прочитать текст вот такой по яковлеву 63 предложения и нужно найти в каком варианте ответа содержится информация необходимая для обоснования ответа на вопрос почему мальчик убежал от круглолицей девочки и здесь есть четыре варианта ответа но чтобы точно выбрать нужно прочитать внимательно текст наверное полностью текст на экран не поместится поэтому вы сейчас поставьте на паузу прочитайте и потом текст сдвинется снова поставьте на паузу дочитайте найдите ответ который как вы думаете подходит и я дальше поясню свою точку зрения и каждому заданию я вам рекомендую останавливать видео решать как бы вы ответили и потом уже сверяться с моим ответом и потом мы все вместе сверимся с ответами которые даны здесь на сайте решуог и так давайте читать так надеюсь что вы прочитали прочитайте сейчас все предложения выберите какой подходит в качестве ответа к вопросу почему мальчик убежал от круглолицей девочки я выбираю ответ номер четыре он соответствует содержанию текста мальчик решил остаться верным своей любви подтверждение можем найти в последнем предложении он бежал обратно к музыкальному училищу к скрипке к самому себе третье задание укажите предложение в котором средством выразительности речи является олицетворение вспоминайте что такое олицетворение это средство выразительности при котором не живому предмету приписываются свойства живого ну текст можно не открывать можно сразу же здесь читать мальчик искал скрипку нет ничего скрипка плакала и смеялась она летала по небу и устала брела по земле вот здесь как раз олицетворение плакать и смеяться брести может только живое существо а здесь эти глаголы употребляются вместе со скрипкой то есть скрипка выполняла эти действия второе сразу же пишу в ответ но третье четвертое тоже прочитаю проверю нет ли здесь олицетворений точно ли я выбрала второе предложение и и вам рекомендую всегда дочитывает до конца даже если ответ вы нашли в первом во втором предложении чтобы проверить себя дочитывайте она пробегает мимо легко и свободно словно никто не стоит под окнами и не ждет ее это говорится про диану она уводила его от нудного дождя от недоступной скрипки от холодные дианы это говорится про круглолицую девочку все здесь нет олицетворения четвертое задание из предложений 15 19 выпишите слова в котором правописание приставки зависит от глухости и звонкости последующего согласного для этого вы должны вспомнить типы приставок я вам уже говорила что все задания у г у меня разобраны поэтому если вдруг не помните перейдите по ссылке которая будет в описании видео и посмотрите разбор четвертого задания и вспомните что приставки правописание которых зависит от глухости звонкости последующего согласного должны оканчиваться на за или с то есть нужно будет искать слово в котором приставка будет оканчиваться на за или с так предложение 15-19 давайте искать 15 мальчик стоял под ним а дождь тёк заворотник нет ничего неожиданно кто-то положил ему руку на плечо он вздрогнул и обернулся вот есть одно слово вздрогнул за пишется потому что до звонки согласны но давайте дочитаю этот на тротуаре стояла круглолицая девочка с двумя короткими толстыми косичками нет ничего руке девочка держала огромный виолончельный футляр тоже нет ничего подходит слов вздрогнул никаких других слов с приставками оканчивающимися на zs принципе нет и я рекомендую вам выписывать слова так как они написаны в тексте если написано вздрогнул то ничего не меняет так и записываете пятое задание из предложений 52 55 вы пишите слово в котором правописание суффикса определяется правилом в суффиксах имен прилагательных образованных от имен существительных с помощью суффикса е-н-н-он-н пишется две н но здесь в правиле все сказано нужно найти прилагательное которое образовано от существительного и в этом прилагательном должен быть суффикс либо е-н-н-н либо он-н-н давайте внимательно читать 52 55 сейчас опять же поставьте на паузу самостоятельно прочитаете постарайтесь найти это слово и потом продолжайте смотреть не буду это повторять перед каждым заданием но чтобы ваш просмотр был наиболее эффективным старайтесь вместе со мной прорешивать этот тест 52 предложение вдруг мальчик как бы запнулся ему показалось что не он шагает по дождю с большой тяжелой виолончелью что это кто-то другой и этот другой не имеет никакого отношения к неприступному зданию музыкального училища к его таинственной жизни к ярким окнам у которых свои разные глаза все пропало вот таинственной прилагательное образованно существительного таинства и добавился суффикс е-н-н-н-н так и выписываем таинственной 6 задание заменить разговорное слово пробурчал в предложении 22 стилистически нейтральным синонимом напишите этот синоним ну обратимся к предложению 22 чтобы было наиболее точно нами подобрано слово подходящее до стилистически нейтральный синоним но и так несмотря можно сказать что подойдет слово сказал мальчик недовольно поморщился и пробурчал никого я не жду ну да мальчик недовольно проморщился и сказал никого я не жду когда подбираете синоним подставляйте его на место уже написанного слова чтобы понять подходит он или нет седьмое задание замените словосочетание гордо стоять предложение 43 построенная на основе примыкания синонимичным словосочетанием со связью управления напоминаю алгоритм выполнения этого задания вам нужно найти в словосочетании главное слово оставить его в покое ничего с ним не делать вам нужно поменять часть речи зависимого слова потому что тип словосочетания мы определяем по части речи зависимого слова это я объясняла в видео которое я сейчас добавлю в подсказки чтобы вы могли сразу к нему перейти здесь ничего сложного нет главное запомнить какими частями речи выражены зависимые слова в разных типах словосочетаний нам нужно заменить на управление в управлении зависимым словом всегда является существительное или существительное с предлогом главное слово здесь стоять стоять как гордо то есть нам нужно слово гордо сделать существительным то есть задаем вопрос стоять с чем да чтобы был вопрос существительного вопрос какого-либо косвенного падежа стоять с гордостью так и записываем здесь ничего сложного нет главное вам запомнить какими частями речи выражено зависимое слово в том или ином типе словосочетания восьмое задание выпишите грамматическую основу предложение 5 здесь напоминаю что сначала чтобы не ошибиться нужно найти сказуемое потом нужно найти лицо или предмет выполняющие действия о котором говорится в сказуемом так вы не напишите вместо подлежащего дополнения обязательно начинайте поиск грамматической основы со сказуемого предложение 5 но и помните про односоставные предложения такие тоже встречаются на улице было скверно действие о котором здесь говорится было скверно это безличное предложение здесь вообще не известно что было скверно но погода была скверной да если мы переделаем двусоставная но было скверно это главный член без личного предложения так выписываем было скверно без всякого подлежащего и ответ выписываем без пробелов также как вы потом будете выписывать на бланке девятое задание среди предложений 39 47 найдите предложение осложненное обособленным обстоятельством напишите номер этого предложения если опять же забыли какими именно частями речи или оборотами может быть выражено обособленное обстоятельство то перейдите к разбору девятого задания но чаще всего в угле встречается такой случай когда обособленное обстоятельство выражено деепричастным оборотом но также напоминаю что может встретиться и уточняющие обособленное обстоятельство которое может быть выражена просто например существительным с зависимыми словами со значением места например так и предложение 39 47 дождь не проходил он обволакивал фонари здания силуэты деревьев все предметы теряли форму расплываясь вот у нас есть одиночная идея причастие обособленная город обмяк от дождя а почему он должен гордо стоять под окнами музыкального училища и ждать диану если я предложение пропускаю значит в нем ничего обособленного нет здесь вот были например в 40 предложении просто однородные члены предложения если что-то я вдруг пропускаю вам непонятно обязательно об этом спрашивайте в комментариях так расплываясь отмечу она пробегает мимо легко и свободно словно никто не стоит под окнами и не ждет ее это не сравнительный оборот а это придаточная сравнительная поэтому это не обособленный член предложения это сложно сложно подчиненное предложение 45 конечно ей все равно стоит он или не стоит есть он или его нет а это круглолиция напротив сама заговаривает и не убегает и зовет его слушать ноктюрный пить чай все в среди этих предложений всего одно обособленное обстоятельства выражены одиночным деепричастием она в сорок первом предложении выписываем номер 41 десятое задание в приведенных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые выпишите все цифры обозначающие запятые при вводном слове если ответ содержит более двух цифр указывайте их в порядке возрастания напоминаю что вводные слова несут в себе только какой-либо дополнительный эмоциональный оттенок либо они могут служить для упорядочивания мысли во первых во вторых третьих могут указывать на уверенность неуверенность но самое главное что к вводному слову вы не можете задать вопрос не можете задать корректный вопрос то есть если даже к слову во первых вы зададите вопрос как но он не будет иметь смысла давайте рассуждать она пробегает мимо легко и свободно словно никто не стоит под окнами но вот это я поясняла это придаточное предложение начинается здесь наверное стоит цифра 1 просто чтобы вас запутать это явно никакой не водное слово конечно и все равно вот конечно это водное слово которое выражает уверенность неуверенность если она употребляется именно в таком значении то она всегда будет вводным цифру 2 сразу выписываем ей все равно стоит он или не стоит это запятая на стыке между частями сложного предложения есть он или нет его а это круглолицая напротив сама заговаривает и не убегает и зовет его слушать ноктюрный печень к слову напротив мы не можем задать никакой вопрос если зададим вопрос как то зачем тогда это слово выделено запятыми да просто второстепенные члены предложения например обстоятельства да мы не будем просто так выделять запятыми здесь это именно вводное слово который несет себе эмоциональное значение плюс значение противопоставления 45 тоже выпишем 11 предложение нужно указать количество грамматических основ в предложении 54 то есть здесь мы не выписываем грамматическую основу как в восьмом задании а считаем количество грамматических основ но также вам нужно сначала найти сказуемое потом подлежащие и внимательно смотреть нет ли однородных сказуемых например однородных подлежащих если главные члены предложения являются однородными то они входят в одну грамматическую основу они в разные давайте считать предложение 54 и этот другой не имеет никакого отношения к неприступному зданию музыкального училища не имеет отношения кто другой первая основа так неприступному зданию музыкального училища к чему еще к его таинственной жизни еще к чему к ярким окнам закончилась первая часть сложного предложения у которых свои разные голоса здесь двусоставное неполное предложение подразумевается что голоса есть то есть голоса подлежащие здесь союзное слово у которых это придаточная часть сложно подчиненного предложения то есть в этом предложении в 54 2 грамматические основы угой не имеет отношения и голоса двенадцатое задание в приведенных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые выпишите все цифры обозначающие запятые между частями сложного предложения связанными подчинительной связью если ответ содержит более двух цифр указывайте их в порядке возрастания нужно найти границу между частями в сложно подчиненном предложении и обращаю внимание конечно на подчинительные союзы ему показалось что это не он шагает по дождю и так далее это у нас как раз таки стык в сложно подчиненном предложении сразу выписываем что это кто-то другой тоже это другой не имеет никакого отношения к непереступному зданию музыкального училища а но это предложение только что читала и поясняла вам что у которых это союзное слово и это граница в сложно подчиненном предложении то есть выписываем цифры 1 2 5 13 задание среди предложений 27 35 на дети сложно подчиненное с последовательным подчинением придаточных то есть вторая часть должна зависеть от 1 3 от 2 5 если не знаете или забыли что это такое перейдите посмотрите разбор теории по 13 заданию и разбор 13 задания 27 35 ему ничего не не оставалось как пойти рядом с ней здесь всего две части в сложном предложении а нам нужно предложение хотя бы с тремя частями 28 простое знаешь это прямая речь я сыграю тебе ногтю простое 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 так 33 он вдруг подумал что подумал как хорошо было как было бы хорошо при каком условии если бы вместо этой круглой лице и рядом была бы диана вот последовательное подчинение еще раз подумал что именно как было бы хорошо было бы хорошо при каком условии если бы вместо этой круглой лице и было рядом была диана 33 предложение выписываем и 34 35 давайте проверю на всякий случай так это прямая речь и это простое все и 14 задание среди предложений 17 найдите сложное союзной сочинительной и подчинительной связи между частями 17 нам нужно союзная сочинительная и союзная подчинительная вы когда-нибудь стояли под окнами музыкального училища на мокром асфальте подчинительная связь которым отражается свет больших прямоугольных окон сочинительной нет идет невидимый мелкий дождь простое предложение а из освещенных праздничных окон музыкального училища доносятся приглушенные звуки разных инструментов сочинительная связь и дом похож на оркестр подчинительная связь который настраивается перед концертом третье предложение подходит сразу же выпишу еще нужно проверить 4 по 7 давайте дальше читать мальчик шел из булочной сочинительная связь дальше простое предложение простое предложение люди мечтали добраться очутиться он разгуливал простое предложение все здесь нужно только цифру 3 выписать так давайте проверим все ответы правильно ли я записала потому что все лето ничего не прорешивала чтобы не ошибиться так здесь нужно ответ записать цифра четвертое предложение дальше тоже цифра второе предложение здесь слово с приставкой вздрогнул таинственной так синоним сказал стоять с гордостью а здесь нужно же без пробелов написать вот мужа нашла было скверно без пробелов предложение напишите номер предложения 41 запятые 245 укажите количество грамматических основ а отлично я записала 54 грамматические основы так давайте еще раз проверю где текст предложение 54 здесь две грамматические основы ну вот не зря стала проверять где это две грамматические основы будьте внимательны не допускайте таких странных ошибок как я здесь 125 33 предложение третье предложение все подводим итоги сохраняем сначала здесь баллы никакие не ставлю пусть будет все по нулям изложение сочинения не писала подвести итоги да вот не зря я исправила все все правильно если это видео было для вас полезным то обязательно ставьте ему лайк делитесь им с друзьями подписывайтесь на канал если еще не подписаны чтобы вместе готовиться к угле по русскому языку если у вас есть вопросы не по теме этого видео то задавайте их в моей группе вконтакте через функцию предложить новость всем вам удачи будьте сири шу ведь я все решу всем пока пока